Контрольно-счетная палата проверяет, насколько эффективно используют бюджетные средства в аэропорту Победилово. Результаты этой проверки станут известны к концу года. Речь идет о периоде за 16-17 годы и истекший период 18-го. В ходе проверки эксперты КСП оценят финансово-хозяйственную деятельность аэропорта, законность и результативность использования бюджетных средств и имущества. Сейчас сотрудники КСП изымают необходимые документы в различных министерствах и ведомствах. Обсудить работу Кировского аэропорта Победилово, сложности, которые он сейчас испытывает, и перспективы работы мы пригласили депутата областного законодательного собрания Павла Дорофеева. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Как вы думаете, с чем связана проверка аэропорта контрольно-счетной палаты? На самом деле проверка она плановая, она проходит раз в пять лет. На сайте в открытом доступе контрольно-счетной палаты есть график проведения проверок, где как раз включен аэропорт Победилово. Поэтому она в плановый характер носит никакого... В том числе будут проверять, как расходуют бюджетные средства. Какие суммы сейчас область выделяет на содержание аэропорта? На что они идут? Идет на поддержание, в первую очередь, хозяйственной деятельности, потому что потребность аэропорта Победилово в год – это 80 миллионов рублей. Плюс существует... Это без кредиторской задолженности. Плюс существует кредиторская задолженность, она порядка 100 миллионов рублей. Если в цифрах, то выручка в 2016 году стояла более 106 миллионов рублей, в 2017 году более 130 миллионов рублей, а за 9 месяцев 2018 года выручка составляет более 74 миллионов рублей. То есть выручка растет? Нет, выручка, наоборот, падает. Снижается? Да, опять же, если перевести в цифрах, то за 9 месяцев 2018 года пассажиропоток, аэропорт составил более 85 тысяч человек. Если взять в прошлый год, то это на 36% ниже прошлого года. Это опять же в цифрах, то в 2016 году пассажиропоток составил более 198 тысяч человек, в 2017 году более 165 тысяч, и за 9 месяцев 2018 года более 85 тысяч человек. А с чем связано снижение пассажиропотока? С уходом каких-то авиакомпаний? Как считают представители, аэропорт победил. Это в первую очередь связано с уходом и прекращением деятельности саратовских авиалиний. Особенно это усугубилось, что произошло в середину сезона, когда наиболее высокий пассажиропоток. Сейчас надежда на то, что пассажиропоток возобновится, когда начнет работать победа авиакомпания. 29 октября начнутся первые рейсы, они будут ежедневно совершаться в Москву и два раза в неделю в Санкт-Петербург. Также планируется, что в летний период они будут и в Южные города. Победа возвращается, потому что из областного бюджета мы будем компенсировать им какие-то издержки, содержание в аэропорту. О каких суммах идет речь? В этом году, насколько я помню, уже из бюджета выделялось 30 миллионов рублей на поддержание хозяйственной деятельности. На сегодняшний день не могу сказать, какие цифры еще планироваться на поддержание. Лично моя позиция, что если аэропорт будет работать качественно, если будут регулярные рейсы, будут доступные сцены, потому что сейчас сложно сказать, что они доступные, то возможно население, правительство отнесется с пониманием и какое-то датирование может быть. Потому что все равно аэропорт у нас не международный. Я думаю, что зарабатывать достаточно сложно на межрегиональных. Сейчас мы предложили более выгодные условия для Победы, чем было ранее, до того, как она ушла с нашего рынка. Да, я так понимаю, что для самого аэропорта условия более выгодные. Так как ранее, когда осуществляли перевозки, пассажированные перевозки были порядка тысячи рублей, может было за тысячу рублей куда-то долететь. Я думаю, что, наверное, таких сцены сейчас не будет, они будут немножко подороже, потому что как раз тогда их и датировали из областного бюджета. Наверное, это не совсем правильно. Есть мнение, что зачем вкладывать такие огромные деньги в аэропорт Победилово? Ваша оценка, ваше мнение, стоит ли какую-то отдачу область получает в итоге? Я считаю, что потребность в первую очередь должна быть у населения, она есть, населению нужны авиаперелеты, потому что не всем удобно в ночь ехать в поезде, в Москву. Причем мы понимаем, что билеты достигают до 5-6 тысяч рублей, например, на купе в поезде. Если можно долететь за 2 часа на самолете и заплатить 2-3 тысячи рублей за билет, то, безусловно, потребность есть и население этого, наверное, ожидает. Есть мнение, что это черная дыра, называют аэропорт Победилово, то есть все-таки есть какие-то претензии, что деньги уходят в никуда? Понятно. В 2015-2016 год, когда был большой авиапоток, когда работала авиакомпания Победы, я думаю, что ситуация была немножко лучше. И население, все равно в первую очередь, мы должны отталкиваться от населения, ведь население оплатит налоги в бюджет, из бюджета распределяется средства. Но вот если потребность у населения есть, и они удовлетворены деятельностью аэропорта, то это, наверное, тогда средствообразно. Какие перспективы у аэропорта нашего Победилова, как вы считаете, что нас ждет? Будут ли по-прежнему власти вкладывать деньги в его развитие? Я думаю, что да. Он в любом случае будет развиваться. Надеюсь, что авиакомпания Победа сделает уже доступные билеты. В летний период будут сообщения в южные города, потому что когда летом ушли саратовские авиалинии, там даже у самого родственники пострадали, были куплены билеты. Люди планируют за несколько месяцев отпускать, но это, конечно, неправильно. Тем более, хотя бы в такие города, как Сочи, Симферополь, я думаю, что рейсы должны осуществляться регулярно, хотя бы в летний период. То есть пока что мы вкладываем в аэропорт какую-то финансовую отдачу, мы на нее не рассчитываем? То есть власти региона на это не рассчитывают? Ну да. Опять же, есть мнение некоторых экспертов, что вообще аэропорты такого формата, как Кировская область, они не могут работать в прибыль, они в любом случае требуют дотации. Но я говорю, моя личная позиция, что дотации, наверное, целесообразно давать, но при этом аэропорт должен работать четко, должны быть доступные рейсы, доступные билеты. Это не так, как это выглядит сейчас в настоящий момент. Так же и у наших соседей, да, у кого не международные аэропорты. Да, конечно. Конечно, как сейчас работают, ну, какие стоимость билетов, там, рейсы, ну, это, конечно, наверное, да, в пустую просто тратятся деньги из бюджета. Если эта ситуация исправится, то в этом, наверное, смысл есть. Если она останется на том же уровне, то, конечно, бесконечно датировать предприятие, которое не несет прибыли, не оказывает достойных услуг, то, я думаю, это точно не целесообразно. Павел, спасибо, что пришли, ответили на вопросы, ну, а мы продолжаем.